Краевой столице просто необходим троллейбус, только он сможет легко преодолевать многочисленные подъемы и спуски центральных Читинских улиц. Так говорили еще в советское время. Свой первый бесплатный рейс «Чудо-машина» совершила в 1970 году, приняв на борт самых маленьких пассажиров. Первые троллейбусы иногда даже били людей током, но на них все равно катались, как на тракционе. Ведь машина разгонялась до 40 км в час. Проезд тогда стоил 5 копеек. Сейчас, конечно, времена уже не те. Троллейбусы стали намного мощнее. Появились новые маршруты, единица, двойка, тройка и шестерка. А пятерка как запасной вариант. Ежедневно по ним ходят десятки рогатых машин. Рабочая смена в Читинском депо начинается в 5 утра. Каждый день на линию выходит около 60 троллейбусов. Пока техники готовят машины, водители и кондукторы проходят медосмотр. Вместе с ними и журналист ЗАП-ТВ, которая в день рождения рогатого электровагона решила одну смену поработать кондуктором. Это святая святых бухгалтерия. Здесь выдают билеты и деньги для сдачи. Сумка у каждого работника своя. Выдают ее строго по номерку. Нам достался 15-й. Стажеров обучает опытный работник Евгения Бармина. Мы с ней не расстаемся в течение смены. Мы ее взяли утром, мы ее сдали после смены. Есть у нас билетный учетный лист, где мы обязательно каждый рейс отмечаем проданные количества билетов. Это обязательно проверяется. Ну и все, приступаем к работе. Главное в работе внимательность, умение пробраться через толпу людей в час пик, ну и, конечно, знание правил сложения и вычитания. Любая недосчитанная копейка обернется вычетом из зарплаты. У вас 18, да? Нет, 2. А, 2? Да. Так, там без дачи, да? Да, и 2. Держите. Если попадался счастливый билет, мы его непременно ели. Ну, теперь уже, правда, по-моему, такой глупостью никто не занимается, но тем не менее. Что было, то было. Вы за свою жизнь просто билетом съели? Ну, не знаю, я не считала. Но я очень счастливая. Вы не согласитесь. Виталий Савосин водителем работает несколько лет. Говорит, что троллейбусы зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые машины. Ну, конечно, ответственность еще большая за то, что людей возим. Это же не гоночная машина. Тем более, с увеличенным количеством транспортных средств на дорогах. Сегодня в Читинском депо 93 троллейбуса. Основные проблемы предприятия в том, что город не возмещает затраты на льготные перевозки пассажиров, а в автопарке устаревший подвижной состав. В последнем случае ситуацию хоть как-то, но пытается решить. В прошлом году на службу поступили два новых троллейбуса. Стоимость одного порядка 9 миллионов рублей. Все собранные кондуктором деньги идут на зарплаты, покупку и ремонт запчастей. К слову, съемочной группе ЗАП-ТВ за одну смену удалось на пару с Евгением Барминой собрать несколько тысяч рублей. Ну, а зайцы на нашем пути не попались. Екатерина Гаврилова, Константин Васильев, ЗАП-ТВ.